Ну что ж, теперь могу всё рассказать, с чем я сегодня занималась. Дела были очень важные, сложные для меня. Не знаю, в последнее время для меня даже это сложно. Конечно, я понимаю, может быть, это там, не знаю, клёвое дело для кого-то, но когда нужно сконцентрироваться и сделать всё правильно, и причём ещё разобраться, что происходит, вот это вот для меня что-то стало сложной задачей. Вот, рассказываю. Короче, я молодец. Оказывается, что получилось с этими письмами, получилось, почему такая неразбериха. В общем, начну лучше с самого начала, чтобы потом самой же не запутаться. Получилось как? Мне врач говорит, что мне нужно в эту реабилитационную клинику. Я позвонила в медицинскую страховку. Они сказали, что надо мне пенсионный фонд написать и уже оттуда ждать ответа. И тогда уже там они ставят, в общем, договор, делают на это лечение. Я это всё сделала. И потом получаю письмо от медицинской страховки, в котором написано, что я должна сделать этот договор по поводу этой клиники. То есть получилось так, что я уже всё сделала, а мне как бы вдогонку пришло письмо, что я должна это сделать. И поэтому получилось вот это вот непонятное всё. То есть там они мне написали, что до 9 октября я должна это всё сделать, а я вот не сделала. И, в общем, в ближайшие сроки это нужно. А оказывается, я всё сделала. В общем, всё замечательно. А я тут переволновалась с этим всем. Думаю, ну что ж такое они от меня хотят. И почему всё так быстро? У меня уже как бы время поджимает. И, в общем, вот такая вот кутерьма из-за того, что просто пришло письмо на ту тему, которая уже была как бы открыта эта тема, да, и уже всё, как бы процесс пошёл по оформлению документов. А я тут получаю письмо. И вот так вот получилось. Не разбериха. Ну, теперь всё разобралась. Поговорила ещё раз, прям ещё раз спросила. Для особо тупых называется. Я прямо у неё спросила у этой женщины, которая там консультант в медицинской страховке. Я ей говорю так и так, объяснила ситуацию. Ещё раз показала это письмо, где стоит, что до 9 октября я должна всё это сделать. Она говорит, нет-нет, говорит, это вот как раз всё то, что вот сейчас у вас на руках. Вот это вот анкета для этого пенсионного страхования, для клиники. И вот два письма. Сегодня я ещё забрала письмо от своего врача, где там он пишет все данные, причём запечатал. Я не могу даже прочитать это всё. И медицинская страховка тоже. Они там всё написали и тоже запечатали. То есть эти два письма я даже не могу открывать от них. Вот, в общем, получается эти два письма. И плюс ещё письмо вот от пенсионного фонда, где вот эта вся анкета, которую заполнила я. Вот эти вот все, как бы, получается, три письма я теперь должна в пенсионное страхование отправить. Вроде как по времени я успеваю, потому что там стоит, что письмо было от пенсионного страхования от 7 сентября, это я уже говорила. И получилось, что там... А, и стоит, что там в течение 4 недель я должна ответить. Если я не отвечаю, значит, как бы мне это ничего не нужно. Вот, но в любом случае сейчас даже если 7 сентября считать, то у меня ещё есть время. Вот я теперь в конверт с правильной всё это запечатаю, всё-всё-всё вместе схожу на почту и отправлю. Ну, в общем, я молодец. Мне хорошо от этой мысли, что я справилась, я всё сделала. И тут ещё навигатор меня обратно повёз почему-то по автобанам с одного на другой. Туда так хорошо я ехала. По прямой, по городу. До Кёльна, в общем, ехала. Всё так хорошо, добралась. И парковку нашла. Правда, парковка была неудобная. Очень крутой там подъём. Но это в Кёльне это запросто такое. Парковки очень маленькие. И чаще всего они прям с такими с крутыми подъёмами, с крутыми поворотами. Это вот сложность. Ну, я на своей маленькой машиночке. Слава богу, она меня прям молодец. Она мне выручает. Вот, а теперь я уже приехала к дому. Я вся довольная. У меня всё хорошо. Мне прям отлегло. Реально. Вот прям отпустила. Мне теперь надо тёпленького, точнее горяченького чаёчка. и отдыхать. Я прям довольная, но убитая. Реально. Ой, ну как хорошо. У меня ничего не шевелится. Реально. Ой. Всё, я это сделала. Надеюсь, всё было понятно, что я объясняю. Если что-то непонятно, и кому-то нужно эти оформления документов, вы мне, пожалуйста, в комментариях напишите. Если не надо, то и не надо. Это лучше не заморачиваться. Боже упаси, это всё делать. Ой, в общем, на этом пара документов на сегодня. Всё.